Приветствую вас, мои дорогие! С вами снова я, Dolce Dasha. Давайте сегодня поговорим об аромате Opium Yves Saint Laurent, но не об оригинальном, выпущенном еще в 1977 году, а о версии 2015 года, выпущенные в лимитированном количестве Opium Rouge Fatale. Этот аромат был выпущен в 2015 году, и все предшествующие фланкеры, версии, вариации, начиная где-то года с 2008-2009, мало имели отношения к своему оригиналу, к прародителю 1977 года. И вообще какие-то они были выхолощенные, слабоватые. Я, знаете, для себя вообще определила тот Opium, который сегодня выпускается, как запах растертых на детском мыле каких-то трав, сухоцветов и специй. И все, больше там ничего и нет. И как же удивлена я была, когда взяла вслепую вот этот вот чудесный флакончик, поскольку цена очень такая удачная, подвернулась, решила провести такой эксперимент. И оказалась настолько довольна тем, что там присутствуют гены классического аромата Opium. Вы знаете, мне очень понравилось в нем то, что с одной стороны он такой же свирепо-специевый, как рародитель, а с другой стороны он какой-то вот осовремененный, спокойный и вполне пригодный для носки и в наши дни. Что касается композиции, конечно, здесь нет того цветочно-дымного, плотского такого, даже немного животного дурмана, который присутствовал в Opium раньше. Я бы даже сказала до начала двухтысячных точно, до середины двухтысячных. Он присутствовал и в лимитках опиума, а в оригинальном где-то до начала двухтысячных. Вообще, как я познакомилась с этим ароматом опиум оригинальным? В нашем городе был такой себе продуктовый супермаркет, в котором также всякие располагались секции с промтоварами, с парфюмерией, косметикой, бытовой химией, с ксероксом, фото на документы и прочей дребеденью. И вот среди прочих ларьков там был косметический, парфюмерный такой вот развальчик небольшой. И я часто подходила туда, смотрела, какие там появлялись миниатюры, поскольку миниатюра была удобна как с финансовой точки зрения, так и с той точки зрения, что если вдруг она вам не подошла, не понравилась, то можно было как-то ее либо обменять, либо отдать тому, кому она больше нравилась. Большого ущерба бюджету и, в общем-то, в вашей душе в этом смысле не было. Так вот, я увидела маленький такой коробочек коричневый с надписью «Опиум». Естественно, я была заинтригована, поскольку до этого я видела рекламные кампании и с Джерри Холл, и с Линдой Евангелистой, и с другими актрисами, и мне было интересно, ну что же это за опиум такой? Когда я поднесла крышечку, попросив продавца дать мне его понюхать, протестировать, я была изумлена тем, насколько аромат глубокий, серьезный, чувственный, женственный и даже, я бы сказала, неприкрыто сексуальный, с призывом, с какой-то провокацией, но очень такой тонкой, деликатной и, я бы сказала, завуалированной. Аромат очень глубокий и философский, при этом вот в той самой миниатюре, которую я все-таки приобрела тогда, он был еще и таким одурманивающе рознодымным, там чувствовались какие-то медовые специи и розы в меду. Как он мне нравился? Мне было 17 лет, и я выбрала себе настолько зрелый аромат, выбрав его сознательно, выбрав его сердцем, душой, никто мне не навязывал. Рекламы – это все такое, но я же выбрала его, потому что он мне понравился, а только потом вспомнила о том, что когда-то видела такую или всякую рекламу. Этот аромат, конечно же, не стопроцентная копия того опиума и вообще оригинального опиума, но по сравнению с той базовой версией, которая выпускается сейчас, он очень достойный. Он достаточно резкий, в нем специи соседствуют с гвоздикой, я имею в виду цветок гвоздики, и гвоздика как специя тоже чувствуется. Еще я почему-то чувствую перец, кориандр, не знаю, такое ощущение кориандрово-перечное, что ли. И вообще я вам хочу сказать, что я разочарована компанией Saint Laurent, которая перестала радовать адептов своего флагманского, одного из вообще самых классных ароматов опиум-лимитками, какими-то банными линиями и вообще приятными какими-то ограниченными тиражами. Они выпускают все это сейчас совсем уже для господ. По полторы тысячи евро за флакон номерной. Я все понимаю, но как-то вот за державу обидно, за парфюмерную, за нас, маньяков и парфюлюбителей. Аромат достойный очень. Давайте все-таки обратимся к рекламным кампаниям и оценим, насколько подходят они этому аромату. Середина 90-х, несравненная Линда Евангелиста, та самая, которая говорила, что меньше чем за 10 тысяч долларов она не встанет с постели. Вот супермодель 90-х и конца 80-х Линда Евангелиста. Вот она возлежит на постели и аромат опиум в духах в виде такой вот шкатулки инро японской, в которой люди носили благовония. И вообще она служила чем-то вроде замены карману, которого не было в кимоно. И она вот в каком-то таком, даже я бы не сказала в экстатическом, но в полудреме, в полубессознательном состоянии. Но ей очень хорошо. Действительно опиум одурманивает. И следом мы видим на следующей странице мужскую версию аромата опиум. Уже рекламирует Руперт Эверетт. И флакон несколько отличается. Он также имеет окошко, но, как вы видите, форма его вытянутая. И он тоже в кимоно. И, в общем-то, достаточно транслирует нам свое расслабленное состояние. Другая рекламная кампания того же аромата также была представлена Линдой Евангелистой. Мне кажется, это просто была вариация на тему одной и той же рекламной кампании. Линда Евангелиста в какой-то задумчивости или в полузабытии. Она вообще как-то непонятно, о чем думает, куда устрелены ее мысли. Она привлекательна, она красива, она сочна, как женщина. Здесь слоган такой для той, которая предана Ивсен Лоран. Вот уж действительно правда. Только почему Ивсен Лоран не предан своим почитателям? Вот это интересно мне знать. Далее на следующей странице снова у нас мужская версия. Опять Руперт Эверетт. Вы знаете, я смотрю, как-то меня мысли посещают, что он наверняка лежит и думает, да сколько же можно меня уже раздражать, таскать на эти рекламные кампании. Мне уже надоело. Снимайте меня. Как будто бы делать одолжение. На самом деле я шучу. Это мои проекции. Но я думаю, что он хорошо олицетворяет характер опиума, поскольку он такой вот мужчина очень выразительный, интересный. И мне кажется, сложно угадать вообще, о чем он думает. Что-то какая-то загадочность в нем присутствует. Опиум мужской Ивсен Лоран, по-моему, он по сей день не был особо переформулирован. Это женский был подвержен зверским изменениям, урезанием формулы, смене упаковки, дизайна флаконов и вообще как-то из него выхолостили все то очарование, которое было присуще ему раньше и которое пленило миллионы женщин по всему миру. Если говорить образно, то я бы не стала привязывать аромат опиум рушь фаталь к какому-то конкретному типу женской красоты. Одно я могу сказать точно, что в такой женщине есть сила я, есть характер, есть цепкая хватка и целеустремленность. Он не феминистский, вовсе нет. Скорее в нем есть какая-то база в виде жизненной мудрости и житейского опыта. И исконно женской такой вот мудрости, которая может казаться дипломатичной, но она лежит и кроется гораздо глубже, уже на каком-то философском уровне, на уровне смысложизненных ориентаций, на уровне ценностей и на уровне того, что женщина живет согласно каким-то выбранным для себя убеждениям и в базе их никогда не меняет. Она верна себе. А я верна тому, что все-таки люблю этот аромат, хотя бы даже в таком урезанном, отредактированном виде. И не могу смириться с тем, что Yves Saint Laurent лишает нас удовольствия им наслаждаться год от года. Поэтому все еще ищу винтажи. Как вам опиум Yves Saint Laurent? Знаете ли вы этот аромат или хотя бы оригинальную версию? И вообще, каково ваше отношение к нему? Как вам кажется, уместен ли он в повседневной жизни? Или его надо как-то вписывать, встраивать в свою жизнь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно с вами пообщаться об этом. Всего вам самого доброго, одурманивающих ароматных впечатлений. До новых встреч в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok